В городском округе Люберцы прошел второй общий областной субботник. На этот раз в масштабных мероприятиях по наведению чистоты поучаствовали активные жители, управляющие компании, представители администрации и общественники. А также представители местных СМИ впервые не только занимались освещением субботника, но и сами принимали в нем участие. В эти выходные журналисты взялись не за ручку и бумагу, а за грабли и метла. Сделать Подмосковье чище – такова их цель. Проведение медиа-субботников стало доброй традицией за последние годы. Это уже третья акция регионального информационного агентства Московской области «Риама». На этот раз генеральную уборку устроили в Люберецком Наташинском парке. Давайте поможем городу и покажем, что журналисты могут не только писать о чем-то, но и делать своими руками полезные вещи. Горожане не остались равнодушными к такой инициативе. Тем более, что субботники – это часть исторического прошлого нашей страны. Это до нас заведено, субботники. И уже вот в Новой России мы продолжаем эту традицию. С приходом Андрея Ивича Воробьева эта традиция набрала другие обороты совершенно. И мы стремимся именно после зимы навести порядок на территории. Вместе с журналистами Владимир Ружицкий открыл работы в Наташинском парке. Выпустили в пруд карпов и карасей, как символ зарождения жизни и пробуждения природы. Депутат Государственной Думы Лидия Антонова специально приехала в Люберце, чтобы посадить первое дерево на будущей аллее мира, согласия и порядка. Под свою опеку этот кусочек земли с 23 молодыми соснами взяли дружинники и национальные организации округа. Не должно остаться ни одного места, ни одного дерева, который бы как бы не был бесхозным, чтобы за ним ухаживали, чтобы оно цвело. Поэтому я думаю, хорошие, добрые дела, они все людей притягивают. Совместно с представителями власти, общественности и с местными жителями сотрудники редакции РИАМО, Радио 1 и информационного портала правительства Московской области собрали более 40 мешков мусора и опавшей листвы. Главное показать людям, что это несложно прийти и убрать хорошо какой-то небольшой участок. Журналисты Люберецкого районного телевидения, как видите, от остальной прессы тоже не отстают. Да и сложно, честно говоря, просто стоять и смотреть, как другие работают. В Наташинском парке сегодня царит атмосфера радостного коллективного труда. Я очищу свою карму таким образом. Ну, а во-вторых, хороший пример – это личный пример. Поэтому, собственно, я занимаюсь таким образом воспитанием своих детей. Могу убираться и не отглавлять нашу планету. Я люблю нашу планету. Да, чисто будет. И, конечно, какой же труд без песни. Для поднятия духа в Наташинском парке организовали концертную программу. А после уборки участники субботника с аппетитом пообедали. Всем раздавали солдатскую кашу. Ну, как говорится, кто работает, тот ест. Финалом субботника на Наташинских прудах стали соревнования по воркауту – модному сегодня уличному виду спорта. На одной из площадок парка ребята из областной федерации воркаута показали, какому мастерству можно научиться просто во дворе или в парке, когда вокруг всё чисто и благоустроено. Субботник в Люберцах начался с торжественного парада коммунальной спецтехники. На этот раз на улицы города вышло более сотни уборочных машин. Среди них поливальная и подметальная техника, мусоровозы, эскаваторы и пылесосы. Колонна коммунальных машин стартовала от стен Люберецкого депо. Мы выезжаем отсюда с транспортной, едем по инициативной, выходим на 7-8 микрорайон, проспект Победа, круговое движение. И здесь расходимся на проспект Гагарина, Назаровско-Преображенскую, Комсомольский проспект, Митрофаново, воинов-интернационалистов. Уборочная техника Люберецкого депо проследовала по улицам города, очистила дороги от смёта, пыли и грязи. Кипела работа и на улице Митрофаново. Испачканные краской и в прекрасном расположении духа проводили свой субботник сотрудники ЛГЖТ. Они совместно с жителями красили ограждения и лавочки. Большая часть работы по очистке дворовых и городских территорий уже была проделана на прошлом субботнике 8 апреля. Теперь предстояло навести марафет. Даже дети в этот день охотно приобщались к труду. Мы сегодня красили заборы и лавочки. И мне достаточно понравилось. И я хочу ещё. Этот субботник, мне кажется, показал другим людям, что нужно помогать не только своим родственникам, родным, но и другим людям. Сегодня мы, как говорили областные водички, наводим лоск. Первый субботник мы наводили порядок, убирали мусор, ветки и так далее. А сегодня мы красили. На местах проведения субботников были организованы пункты горячего питания. Задорная музыка заряжала энергией, а горячий чай и вкусные пирожки помогали восстановить силы. У нас сегодня праздник весенний, труда, как обычно. Каждый год у нас это традиционно. Мы собираемся всем коллективом, чтобы навести порядок в нашем городе, чистоту, чтобы сделать людям, создать настроение красивое. Обеспечиваем всех инвентарём, необходимыми защитными, типа перчаток, выдаём вот такие красивые жилеты. Также к общеобластному субботнику присоединилась управляющая компания «Союз Люберцы». Уборка придомовых территорий прошла на проспекте Победы. Согреваясь чаем и пританцовывая под музыку, жители не только привели в порядок любимый двор, но и пообщались, зарядились отличным настроением и нашли новых друзей. На субботник для чего сделали? Чтобы город чистым делать, чтобы дороги чистить, деревья сажать. Чтобы они учились на нашем примере, что надо следить за чистотой дворов, чтобы высаживали деревья, могли заботиться, смотреть, как это делается. Но главным событием стала посадка деревьев. Особенно приятным для жителей стало появление во дворе голубой ели. В нашем районе очень хорошо, позитивно относятся. То есть у них как-то есть такая заинтересованность в посадках, потому что район новый, зелени мало. Соответственно, вот всё, что есть посажено, посажено жителями. Порядок в сказке томилинцы начали наводить с раннего утра. Началось мероприятие с построения. Каждому рассказали о предстоящих работах, выдали инвентарь и, конечно, сделали фотографии на память. Среди участников субботника и молодёжь, и взрослое поколение, и даже малыши со своим личным инвентарём. А как же обязательно, посмотрите, какая красота. Нужно всё привести в порядок, чтобы детки приходили, чисто было. И самим, как в старые добрые времена. А как же для родного Томилина? Мы хотим, чтобы в нашем Томилине всегда была чистота и порядок. Чтобы наши детки, мамы, бабушки ходили с ними гулять по парку, в чистом парке. Кепки и футболки с эмблемой субботника, перчатки и грабли и вперёд за уборку. По зажигательную музыку легко и непринуждённо жители очистили парк от мусора. Собрали опавшую листву и сухие ветки. Не отстаёт от активного населения и руководства города. Я надеюсь, что те планы, которые мы перед тобой ставили, а особенно это в блоке жильщико-коммунального хозяйства, всё-таки после зимы много таких очагов замусоренных, к сожалению, они есть и стоит задача их максимально убрать. И после зимы, в принципе, у нас традиция именно навести порядок. Я надеюсь, что вместе с жителями его наведём. Анна Троян, Яна Яковлева, Кристина Монасарян, Дмитрий Родзянко, Кирилл Евгеньев и Дмитрий Шарапов. Телеканал ЛРТ.